Греция отправит на Луну робота. 10 апреля 2019 года ТАСС Греция отправит на Луну робота. Российский лунный робот-селеноход. Источник изображения. Миссия Уэллада на Луну планируется реализовать в 2022 году Афины, 9 апреля. Слеж ТАСС слеж. Греция примет участие в программе. НАСА по освоению Луны и планирует в 2022 году отправить туда первого робота. Об этом сообщило Министерство цифровой политики, телекоммуникации и информации Греции. Заявление о сотрудничестве, подписанное в понедельник в рамках Международного космического симпозиума генеральным директором Греческой космической организации, ЭЛДО, Георгиосом Манцурисом и директором. НАСА, Джимом Брайденстайном, предусматривает взаимодействие между двумя организациями в рамках программы. НАСА, передовое исследование Луны и пространства вокруг нее роботом и человеком. Адвансд хюмен ан роботик эксплорация он и around the moon. А также начало кооперации во всех сферах изучения космоса. Участие греческой космической организации в программе НАСА, в том числе предусматривает отправку в 2022 году первой греческой роботизированной машины на Луну для освоения ее территорий и получения данных, которые будут принадлежать греческому государству и будут использоваться греческими университетами и исследователями. Участие Греции в проекте получит название «Миссия Эрлада на Луну». Министр цифровой политики, телекоммуникации и информации Греции Никос Папас заявил на церемонии подписания документа, что участие Греции в программе Эрлада на Луну позволяет причислить Афины к категории небольшого числа государств, направивших на Луну свое собственное транспортное средство. Греческое исследовательское сообщество продемонстрировало готовность поделиться своими идеями о приоритетах исследований на поверхности Луны. «Правительство Греции и греческая космическая организация своей настойчивой и систематической работы повышают роль страны и выдвигают ее в авангард исследований на благо всего человечества», — сказал министр. Президент Греческой космической организации Христодулас Протопопас сообщил, что теперь начинается работа его организации в сотрудничестве с греческими академическими институтами и исследовательскими центрами, а также с греческой космической промышленностью, чтобы определить эксплуатационные требования, дизайн и конструкцию греческого лунного транспортного средства. По словам Брайденстайна, НАСА отправится на Луну и там останется. «Уникально, что мы летим на Луну в рамках глобального альянса. Мы очень рады, что Элдер, которая работает первый год, отправится с нами на Луну», — сказал директор. НАСА Право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.